МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, поехали? Угу. ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне еще в больницу надо съездить с друзьями, попрощаться. Успела друзей завести? Ну и заявление подать. Хорошо, заедем. Это хорошо, что я к бабуле зашла. Вот так бы уехала, не попрощавшись. Ну, не навсегда же расстаемся. Можем навещать друг друга, зазваниваться. Маврош, передай, пожалуйста, Якову Алексеевичу, хорошо? А ты сама завтра не хочешь занести? За мной простишься. Да нам сегодня ехать надо. Ой, Ань, я тебя понимаю. Здесь гиблое место. Да хорошее здесь место. Просто не мое. Да что они там? Умер, что ли, кто? Я сейчас. Я буду скучать. Лучшей подруги, чем ты, у меня никогда и не было. У меня тоже. Приедешь ко мне в гости? Ань, может, поехали уже? О, господи! Что? Наш Андрей в аварию попал. Что? Яков Алексеевич звонил. С минуты на минуту будет. Андрея скоро везет. Надо срочная операция. Иначе не выкарабкайся. Я готовить операционную. Мавруша, найдену студиолога. Ага. Хорошо. Ань, ты... Ань, ты куда? Аня! Аня! Ай! Аня! 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 Ань! Аня! Аня! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Похоже, позвоночник. Возможно, поврежден спинной мозг. В областной его нужно. Там хирурги. У нас нет реанимобиля. Да нет у него столько времени. Надо оперировать здесь. Аня! Я справлюсь. В операционную его Анна Сергеевна будет оперировать. Ждайте пройти. Нет, я не пущу ее! Яков Алексеевич! Она убьет Андрея! Не уберите вы ее! Да, она интересна, хорошего хирурга! Успокойтесь! Яков Алексеевич, найдите хорошего хирурга! Не раз ты по истерике, Андрею, не поможешь! Пустите меня! Ну, делай на нее. Субтитры сделал DimaTorzok Не забывай! Не забывай! Ладно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Прямокни! Спасибо! Спасибо. Операция прошла хорошо. Жизни Андрея больше ничего не угрожает. Что? У Андрея осложненная травма поясничного отдела позвоночника со сдавлением спинного мозга и нарушением опорно-бегательных функций. Ходить он пока не сможет. Простите. Ах ты, ах ты, дрянь криворукая! Я полицию заявление напишу! Я всем расскажу, что ты людей убиваешь и калечишь! Дрянь! Да успокойся ты! Она Андрея жизнь спасла! У тебя шок, Ира! Давай, давай, давай! Допустили меня! Иди! Ира! 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 Ань, подожди, ты что делаешь? Паша, я не могу уехать, тебе нужна сейчас здесь. В смысле? Послушай, Паша, это была минутная слабость, я просто немного устала и все. Я не могу быть с тобой. И все ты правильно сказал, слишком быстро все закрутилось. Прости, я не люблю тебя. Ты еще встретишь свою девушку, очень хорошую. И все у тебя будет замечательно. Прощай. Но я не прощаюсь. Черт. Андрюшенко, родной, у меня условий в подъезде нет, так что поживем пока у твоей мамы, я договорилась. Хорошо. Ну что, даю пару дней тебе на отдых и приступаем к курсу физиотерапии? Аня, я же сам хирург, я прекрасно понимаю, что все это бесполезно. Никаких шансов у меня нет. Шанс встать есть, но только если ты сам будешь работать. Один из миллиона? Разве что чудо какое-нибудь случится. Значит, чуду быть. Анечка, а можно вас на минутку? Да, Ира, что? Оставь в покое моего Андрея, иначе я тебе такое чудо покажу. Пока. Спасибо, поезжайте. Спасибо. Всего хорошего. Давай, сынок, я тебе помогу. Да не надо, мам, я же на колесах. Ну, чего геройствовать? А ты что стала со своим телефоном? Иди давай помогай. Не нужно, я сам. Ай, глупости. Слушай, нам, Степаныч, пандус такой соорудил. Загляденье. Смотри сам. Видишь? Красота какая. Ну, разворачивайся. Давай. Слышь, красавица, ты что там застыла? Иди давай помогай мне. Застала. Ты видишь, я никак не могу сама. Да вижу, вижу. Так, сынок, давай. Оп. Вот. 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 Вырядилась. Мужиков на работе соблазнять. Ну, не всем же ходить в трепье двадцатилетней давности. Господи, а можно не ссориться, а? И так нелегко. Прости, сынок. Ничего. Антош, мне на смену пора. Хорошо. До вечера. Мне кажется, твоя мать меня ненавидит. После смерти отца с ней нелегко, но это можно понять. Нет, Андрюш, мне правда очень сложно с ней жить. Слушай, а давай мы поищем себе дом или квартиру с пандусом, и я тебя заберу. А пока я поживу у себя. Андрюш. Хорошо, как скажешь. Это правда будет очень скоро. Ира, идти ты опоздаешь. Пока. Угу. Угу. Пока. Ирка, привет. Привет. Здорово. Здорово. Как хорошо, что я вас встретила. Ты это, Андрея? Угу. И как он? Ну, а как ты думаешь, эта врачиха угробила его своими кривыми ручками. А я теперь до конца своих дней должна быть его сиделкой. Будь проклят тот день, когда она в наш город приехала. Может, она это специально? Ну, чтобы место его занять. Видела я сегодня, как она в операционной хозяйничала. А там сейчас аппаратуру меняют. Такая деловая. Слушай, а давай не будем о грустном. Ай, ладно. Ну, чё, а вы-то куда едете? В обл-центр. Я машину покупать буду. О, круто. А давай с нами? Да нет у меня смены. Ну, скажи, что заболела. Ну, давай. Вот. Так что очень несчастная женщина эта, Зоя. А теперь ещё сын. Ясно. В инвалидном кресле. Угу. Но Андрей в кресле не навсегда. Ну, хорошо, Ирина. Выздоравливай. Андрей, привет. Ага. До свидания. Что, Ирина заболела? Простудилась. Сегодня на работу не выйдет. У Андрея всё нормально. В смысле ничего нового. Не переживай. А сильно она простудилась? Ухаживать за ним сможет? Говорит, температура высокая. Температура высокая. Да ничего. У него мать есть. За ним есть с кого присмотреть. Но наведаться всё равно надо. Маврош, я обедать не буду. Скоро вернусь. Ага. Сильнее. Ещё сильнее? И так хорошо. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Только один разок. Держишься? Давай. И… Дети, тихий час. Классно. Воспитательница вас ждёт. Ну, всё. Давай прощаться. А когда ты снова придёшь? Завтра. А во сколько? В это же время. Серёжа, тихий час. Иду же. До завтра. До завтра. Какие у вас планы на Серёжу? Самые серьёзные. Знаете, я готова прям сегодня его усыновить, но, к сожалению, муж пока против. Так зачем вы сюда приходите? Простите. Вы подаёте ему напрасную надежду. Он целыми днями сидит и ждёт вас. Я понимаю, вы хотите с ним общаться, но это жестоко по отношению к Серёже. Вы либо занимаетесь усыновлением, либо перестаньте сюда ходить. Подождите, но я уже пообещала ему, что приду завтра. Ничего, я смогу ему всё объяснить. Я каждый день это делаю. У нас таких, как вы знаете, сколько приходит. Подождите. Может, вы сможете мне посоветовать, как уговорить мужа усыновить его? Приходите с мужем, познакомьте его с Серёжей. Я могу позволить вам ещё один визит, но только с мужем. Здравствуйте. Добрый день. Фёдор Васильевич. Анна Сергеевна, зацените новые палы. Вот это да. Как? Когда успели? Красота. Фёдор Васильевич, у меня нет слов. Но это самое малое, что я мог сделать за своего племянника. Кстати, сегодня в операционной всё установили. За настройщика вам отдельное спасибо. Я бы в этих компьютерах никогда в жизни не разобралась. Андрея ведь нет, чтобы помочь. Да. Жаль Андрея. Сердце разрывается. Такой молодой и… А значит сильный. Я уверена, он снова пойдёт. Анна Сергеевна, я восхищаюсь вами. Спасибо. Не только как профессионалом, но и как очень красивой женщиной. Благодарю. Предлагаю поехать куда-нибудь, отметить новые полы. К сожалению, не могу. Мне нужно навестить Андрея. Ну, давайте я вас отвезу. Да тут недалеко, я могла быстро. Ну, что вы, пешком, что ли, пойдёте? Серьёзно, Анна Сергеевна. Ну, я же не кусаюсь. Ну, хорошо. Спасибо. Тогда прошу в машину. Да. Фёдор Васильевич, ну вы просто волшебник. Уху! За мою новую тачку! Так, вам в отель уже пора, давайте. О, это хороший день. Увидимся в ресторане. Классная тачка чего? Спасибо, брат. Да, Вась, с такой тачкой теперь все девчонки твои будут. А они и так мои. Только мне чужая невеста нужна. Ого. Эй, ты чего такая дерзкая? Я же тебе нравлюсь, я знаю. А даже если и так, куда торопиться? Ну, может, хоть в ресторан тебя приглашу, а? Ну, попробуй. Андрюшенька, сынок, ты не жди её, и придёт она. Сразу это поняла. Мам, всё нормально, никого не жду. Всё хорошо? Угу. Ну, вот и славно. Мир вашему дому! Привет! Здравствуйте, Андрей Александрович! Ну, как вы здесь? Не скучаете? А мы вот вам фрукты привезли, вкусности всякие. Привет. Привет. Спасибо, да не стоило, наверное. Ну, как не стоило? А кто о вас позаботится, когда Ирина заболела? А у мамы вашей, наверное, и так забот хватает? А Ирина заболела? Да, позвонила, сказала, что простудилась. Я вот пришла укол тебе сделать. Хорошо. Фёдор Васильевич, а вы, наверное, меня не ждите? Нам с Андреем надо продумать план дальнейшего лечения, да? А это надолго. А как же вы обратно доберетесь? А на моей машине доберётся. Её отремонтировали. Угу. Ну, ладно. Я тогда пакеты здесь поставлю. Спасибо. Ну, поеду домой. Жена ждёт. Андрей, если что-то нужно, то… Фёдор Васильевич, спасибо, вы и так много сделали. Алексеевич звонит, не может нарадоваться. Да. В новом оборудовании. Спасибо вам. Теперь, Анечке, есть где оперировать. Ну, хорошо. Поеду. Счастливо. Может, всё-таки подождать? Нет, Фёдор Васильевич, не стоит. Спасибо, что подвезли. Ну, как знаете. Счастливо. План лечения? Да. У вас здесь есть где-то спортивная площадка? Турники, брусья. Всё-таки не сдаёшься. Ну, ты же мой пациент. Я должна поставить тебя на ноги. Ну, есть парк один с брусьями. Но там народу много. Я бы не хотел… Не проблема. Будем заниматься ночью. Пойдёт? Пойдёт. Вау. Ну, мать ты даёшь. Вот это пол так пол. Ну, ты знаешь, с таким полом надо ремонт во всём доме делать. Что я планирую? Ой, я смотрю, ты серьёзно настроена. А то. Честно сказать, я думала, ты той ночью и свалишь. Ну, планы поменялись. Из-за него, да? Хочу поставить Андрея на ноги. И это единственная причина. И он тебе совсем не нравится. Именно так. Но я рада, что ты остаёшься. О! А когда будем красить стены? Да хоть сейчас. Но только недолго. Пару часиков, и я пойду готовиться к экзамену. А что за экзамен? Ну, я ж одиннадцатый класс прогуляла, экзамены не сдала, аттестат не получила. А он мне нужен. Решила поступать на психолога. Так ты поступаешь? В этом году? Ну, если экзамены сдам. Людка, ты молодец. Да, стану независимой женщиной с карьерой, прям как ты. Ой, тоже мне. Нашла пример для подражания. Я вон сама чуть не сломалась. Чуть с Пашей не уехала. Ну, не уехала же. И я не сломаюсь и сдам эти дурацкие экзамены. Ну что, пойдём красить? Пойдём. Так, давай. Держи краску. Давай. Давай, иди ко мне. Ага. Колено держи. Так, хорошо. Давай, давай, опирайся на правую, я тебе помогу. Молодец, давай. Отлично. Хорошо, давай теперь сам. Давай, давай. Давай. Отлично. Супер. Сам сделал, молодец. Так, сейчас, давай. Умничка. Теперь, теперь держи колени, старайся. Ну, как можешь. Давай. Молодец. Так, теперь разворачиваемся и в обратную сторону. Ты издеваешься? Давай, давай. Я жду. Слушай, я реально устал. Я не могу. Чтобы я в последний раз это слышала. А ты злая. Вперёд. Хорошо. Отойди, я сейчас побегу. Операйся, опирайся. Молодец. Отлично. Есть прогресс. Есть прогресс, Андрей, есть. Андрюш, ну зачем так себя мучить? Лучше отдохни. Ну, чем-то ж нужно? Руки занять. Привет. Здрасте. Ну вот, Клавдию вам привела. Она дом сдаёт. Клавдия, рассказывай про дом. Хороший дом. Все есть. Здесь недалеко и очень недорого возьму. Так что можете хоть сегодня въезжать. Отлично. А я сегодня не могу. Работаю. Да и вообще, Андрюш, нам же нужно посмотреть, подходит нам или нет. Правда? У тебя что, варианты есть? В чем дело? Мы можем хоть сейчас пойти посмотреть. Рядом же. Сейчас мне нужно на работу. А еще до автобусной остановки добраться, автобуса дождаться. Ну, вы, конечно, как хотите. У меня на этот дом желающих много. Но ради Зои я могу придержать до вечера. Ты давай не глупи. Если сейчас не сможешь посмотреть, вечером посмотри. Хорошо. В два часа у меня будет обед, кто-нибудь подвезет. Вот и хорошо. Да? Пошли, Клавдия. Пойдем. Спасибо. До свидания. Андрюш, я на работу. А ты отдохни. Угу. Вот. Что это? Я проплатил клинику в Австрии. Через две недели вылетаем. Хорошо, я согласна. Но при одном условии. О ком? Мы съездим в детдом, и ты познакомишься с Сережей. Хорошо. Я сделаю это. Точно? Да. Только у меня тоже есть одно условие. После этого ты прекратишь все разговоры об этом мальчике, о других бесхозных детях. И мы спокойно полетим в Австрию. Договорились. Умница. Андрей, ты что делаешь? Дрова рублю. Что, не видишь, что ли? Ты с ума сошел? Ты что, не знаешь, что тебе нельзя этого делать? Что ты делаешь? Ну… Все. Понимаете, лишь дрова рубить. Ну чем-то я? Должен быть полезен. Ты что, не понимаешь, что это опасно? Ты же сам хирург. Прости. Прости. И ты меня тоже. Как у вас там с жильем? Продвигается? Нашли квартиру? Ничего мы не нашли. Невеста моя, горячо любимая, на осмотр дома не пришла, трубку не берет. Так что, может считать меня завидомых на стеку. Ну зачем ты так? Может что-то случилось? Авария со мной случилась. Вот что. Там две щиркины остались. Можешь ей отнести? Не хочу ее видеть. Ты уверен? Уверен. Какие люди! И без охраны! Привет. Чё надо? Андрей просил передать. Здрасьте. Здравствуйте. А нечего так на меня смотреть. Я ещё молодая, жить хочу. И вообще, моя личная жизнь не твоё дело. Давай. А что случилось? Скорая вообще. Она выживет? Звоните. Звоните. Три часа скорая ездит. Отошли. Скорую вызывайте. Уже вызвали. Что случилось? Вы врач? Катамаран перевернулся. Катамаран перевернулся. Быстрее. Вот, вот, вот. Молодец. Умница. Умница. Все хорошо. Немного захлебнулась и все. Ты как? Нормально. Ну, умница. Дыши спокойно. Все хорошо. Все. Я попытался. Так вы холоден с Сережей. Так нельзя. Ну, а что, я должен был сразу улыбаться с чужим ребенком? А он не чужой. У ничей. А мог бы стать нашим. Ну, не мой ты ребенок. Понимаешь, не мой. Не возникло у меня никаких отцовских чувств к нему. Но свою часть договора я выполнил. Теперь ты поедешь на лечение. Поехали. Доброе утро, Зоя Александровна. Анечка, беда у нас. Андрюша пропал. Как пропал? Вот так пропал. Нет его нигде. Дома его нету. Не во дворе его нету. Не вокруг дома нету. Я везде его искала. Я обед готовила, а он вот вырезал что-то. Это он вырезал? Да. Это он еще вчера вырезать начал. Ничего себе. Когда ты ушла. Так вот, я говорю, что я выхожу из дома, а его нет нигде. И телефон мобильный он дома оставил. Так, вы не переживайте. Я сейчас возьму машину и поеду его поищу. Я с тобой поеду. Зоя Александровна, вам, наверное, лучше здесь остаться. Вдруг он вернется, а вы мне сразу позвоните. Так, все. Как найду, сразу дам вам знать. Давай, давай, давай. И не волнуйтесь. О, ты здесь. Слава Богу. О, это за мной. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Что-то случилось? Андрей, ты куда пропал? Мама твоя волнуется. Я, между прочим, тоже. Ты мог хотя бы позвонить? Прости, я телефон дома забыл. Далеко отъехал. Поздно было возвращаться уже. Кстати, познакомься. Это отец Николай. А это Анечка. Та самая? Очень приятно. Очень приятно. Андрей рассказал мне, что вы обещали поставить его на ноги. Да. И что не верю в чудеса? У Господа нашего полно чудес для каждого. Даже для таких скептиков, как ты, Андрей. Слышал? Так, давай, позвони маме. Она волнуется. На. Не буду, не буду. Сейчас начнутся нарвучения, нотации. Не хочу. Ну, что это? Тебе надо, ты звони. Ты же ее сын. Ну, ладно. Давайте я поговорю. Спасибо, батюшка. Это ты сделал? Я. Красиво. Ну, пока не очень. Давно по дереву не вырезал. Не понимаю, почему вы боялись. Очень милая женщина. Спасибо. Ну, милая, но строгая. Она просто переживает за тебя, Андрюша. Ну, что, договорились? Нам как раз нужна рамочка для образа Святого Духа. Резной сделать из дерева. У тебя отлично получается, Андрей. Хорошо. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Сергеевна, поздравляю. Поздравляю, Ань. В смысле, с чем? Не нужно скромничать. Ой, не скромничайте, не скромничайте. Анна Сергеевна, ну ты даешь. Что случилось? Молодец. В прессу попало. Теперь ты у нас заменитость. Врач Анна Протасова спасла дочку мэра Дубнинска. А я и не поняла. Мы не успели познакомиться. Ну да, мэр. Только что звонил и приглашал тебя сегодня вечером на званый ужин. Между прочим, ужин в твою честь. Во как. Ой-ой-ой. И что, не отвертеться? Иди готовь платье, Золушка. Вот это да. Красотка. Никогда с мэрами раньше не ужинала. Волнуюсь. Подумаешь, провинциальный мэр. Я недавно с его дочкой тусила на дискотеке. Нормальная девица. Так. Ладно, мне еще к Андрею надо заехать. Ага. Хочешь, чтобы он увидел тебя в платье, да? Укол надо сделать. Угу. Угу. И чтобы в платье увидел, тоже хочу. Да. Ай-ей-ей. Пойдем. Да нет, Аня, я никуда не поеду. У меня и костюма нет. А ты там представь нашу больницу, как нужно. Выбей новое оборудование для хирургии. Рентген. Держи. Да. Спасибо. Ну, и как ты себе это представляешь? Что я скажу, дайте деньги на аппарат? Ну, а как ты представляешь себе? Как по-другому деньги просят? Я не знаю. Я не просила никогда. Правда, может, поедешь со мной? Да нет, не поеду я. Кто я там? И ты представляешь, я своим видом буду там людям аппетит портить. Поедешь. И костюм у тебя есть. Дорогие друзья, прошу всех минуточку внимания. Вот если б не эта красивая молодая женщина, я бы сегодня оплакивал дочь, а не сидел с вами за этим столом. Ну, папа. Что папа? На катамаране она решила поплавать. В следующий раз жилет надевай. Это вообще повезло, что рядом врач оказалась. За Анну Сергеевну. Спасибо. Это вам огромное спасибо. Андрюша, Анечка, а вы как, пары? Нет, что вы, мы друзья. Я без пары. Такая красивая девушка и нет мужчины. Товарищ майор, что творится в вашем городе? Совершенно справедливое замечание. Необходимо срочно подыскать Анне жениха. Завтра же я дам указ. Может, и мне невесту подыщите? А то местный сайт знакомств как-то вялая реагирует. И вы здесь, Андрей Александрович? А что это вы там говорили о нуждах больницы? Вот хорошо, что вы вспомнили. Если позволите, мы потом с вами поговорим в неформальной обстановке. Побеседуем. Угощайтесь, Андрей Александрович. Ты такая вкусная, что съел бы кьюя. Слышь, реально, метнись пожрать, принеси чё-то, а? Почему так грубо? Ну, сходи и сам возьми. Ну, ты ж баба, не я. Ну, во-первых, я не баба. А во-вторых, не девочка на побегушках. Ты серьезно сейчас, что ли? Тебе сложно или что? Чё ты такая дерзкая? Все носят нормально, никому не вламываются, корона не падает. Ну, раз все носят, тогда иди туда, где тебе носят. А я привыкла к другому обращению. Вот Андрея… Ты что, Андрей? Где твой Андрей? Гоняет голубей в инвалидной коляске? Чего ты мне им тыкаешь постоянно? Значит так, собрал свои манатки и пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, понял? Какая же я дура, что повелась на мужланах молитвы. Лучше бы с Андреем осталась. А не умеешь за женщиной ухаживать? Так не берись! Я думал, ты нормальная, а ты стрёмная по ходу. Андрей ее, Андрей. Привет. Значит, Андрей отделывает фасад церкви. Не ожидал. Да. Представляете? Вообще он большой молодец. Настоящий жизнелюб. А как его успехи по реабилитации? Я считаю, что отлично. Он все выполняет, все делает, слушается меня, но хоть и не верит в успех предприятия. А ты веришь? А я верю. Я считаю, что шанс есть. По крайней мере, я сделаю все для того, чтобы он снова стал ходить. Значит, так оно и будет. Да. Да. Так и будет. Вот, хорошо. Давай, давай. Крепи. Вот так? Чуть выше подними. Ага. И влево смести по центру. Отлично, отлично. Все. Можете крепить. Хорошо, только угол не задирает. Ага. А я кому-то обед принесла. Ух ты. Привет. Привет. Ой, красота какая. Вот видишь, в твоих руках даже дерево ожило. Можно уже, да? Ой, ну это вы с отцом Николаем договорились прямо. Он то же самое говорит. Потому что это правда. Ты лучше завтра приходи. Мы будем резьбу фасада менять. Завтра не смогу. Еду в обл-центр. Надо кучу медикаментов закупить, в том числе и для тебя. Для меня? Да. Сам обл-центр? Я даже не знаю. Все, ладно, не прибедняйся. И кстати, сегодняшнюю вечернюю тренировку никто не отменял. Так что не расслабляйся. Давай пакет. Спасибо. Ребят, обед! Спускайтесь. Идем. Так, давай-давай. Отлично, отлично. Так, все, давай остановимся. Теперь попробуем присесть. Давай. Опирайся на ноги. Руки немного помогают. И я тебе немного помогу. Давай. Давай. Пошел вниз. Давай. На мышцах, вот. Держись. Молодец. А теперь встаем. Тоже опираемся на ноги. Руки немного помогают. Давай. И спина прямая. Это тяжело, но надо. Давай. Давай-давай-давай. Молодец, хорошо. Ноги не слушаются. Ну, не слушаются. Мы над этим работаем. Да. Теперь освобождай левую руку. Давай. Опирайся на мое плечо. Держись. Опирайся на левую ногу и… Нет. Что? Нет, нет, нет. Отойди. Что? Что случилось? Это неправильно все. Ты тратишь на меня свое время. Мне даешь ложные надежды. Это все впустую. Я никогда не буду нормально ходить. Я прошу тебя, займись своей жизнью. Найди себе нормального мужика. Нарожай ему детей. А меня оставь в покое. Ты моя жизнь. Нет. Уходи. Пожалуйста. Уходи. Уходи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»